Здравствуйте! В эфире МДВ ток-шоу «Скажите честно». Впервые за 20 лет национальная сборная России по регби играет на главном стадионе города-героя Волгоград-арена. Соперник русских медведей команда «Барбарианс» это лучшие легионеры Пари, чемпионаты России по регби, игроки из Южной Африки, Грузии, Намибии, Тонго и других стран. Более того, российское регби в этом году отмечает свой 130-летний юбилей. Этот вид спорта активно развивается и в Волгограде. Какие шаги предприняты в регионе в этом направлении? И востребован ли этот вид спорта на самом деле? Поговорим в этом выпуске. Итак, в гостях в нашей студии сегодня Станислав Анатольевич Кузьмин, президент Федерации регби в Волгоградской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Также поговорим сегодня с Игорем Сергеевичем Осиным. Это вице-президент Федерации, капитан команды по регби «Эскаротер». Здравствуйте! Добрый день! Также с нами сегодня Анна Анатольевна Гаврилюк, регбистка, игрок клуба ВВА Подмосковья, чемпионка Европы по регби 7 2017, 2018 и 2019 годов, пятикратная чемпионка России и обладательница Кубка России, участник чемпионата мира 2018, мастер спорта международного класса. Здравствуйте! Аплодируйте! Да, ну действительно, да, очень-очень достойный список. А также сегодня с нами Михаил Рафаилович Насыров, чемпион СНГ и славянских стран по боксу, среди профессионалов в тяжелом весе, председатель Совета Волгоградских региональных отделений Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России и спорта общества «Россия». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, коллеги, итак, большое регби в Волгограде. И вот яркая и заманчивая фраза в афише к событию гласит, что матч станет грандиозным событием. И горожане уже соскучились по спортивным мероприятиям такого уровня. Вот в 2020 году, к сожалению, не состоялся у нас, да, матч по футболу сборной России за пандемию и в нашем городе. И вот по вашему мнению, насколько то событие, которого мы ждали, наверное, действительно важно для города и для регионального регби? Ну, безусловно, сборная России нечастый гость, да, на полгоградской земле. И тем более по такому виду спорта, как регби. Потому что, ну, для меня, да и для многих, для всего мира, регби на одной ступени с футболом находится и отстает буквально немножко, да, по развитию, по аудитории привлеченной. Поэтому, тем более, задействовать Волгоград-арену, это стоит, дорогого стоит, современный стадион, который построен к чемпионату мира по футболу. И, ну, так скажем, только ротор на нем играет, да. Проходили несколько концертов различных, но спортивных событий именно с приездом, тем более национальной сборной, к сожалению, не так много. То есть, последний раз, я помню, Волгоград приезжал в сборную России по футболу в 2003 году на матч с Албанией. Вот был последний, последний раз. Я еще хотел добавить Игоря к Игорю словам о том, что матч, Игорь, скажем так, как больше сейчас сказал, как почитатель этого вида спорта. А со стороны развития этого вида спорта можно сказать, что матч сборной России в Волгограде, как бы скажем, точкой притяжения, скажем, и болельщиков. И, помимо болельщиков и людей, которые заинтересованы, скажем так, в развитии этого спорта со всей страны. И плюс, скажем так, это поможет обратить внимание наших, скажем, профильных комитетов к данному виду спорта и дать хороший толчок к развитию регби. Ну, мы знаем, что это будет не только матч, да, но и множество активностей и для детей, и для взрослых. Вот что об этом известно? Обязательно добавлю, что еще у нас будет проходить, ну, проходит турнир детский, прямо вот перед матчем проходил. Поэтому для нас важно, чтобы этот вид спорта заметили, прежде всего, родители. Да, родители, потому что у всех есть дети, родители заботятся, безусловно, о своих детях и всегда ищут перспективы для них. Регби – это прекрасный вид спорта, тем более он молодой достаточно для нашей страны, именно для России, да, потому что футбол, безусловно, в нашей стране – это спорт номер один. Вторым можно назвать хоккей. Регби пока только начинает свое развитие. У нас в Волгограде открываются школы, секции. И если вы отдаете ребенка в регби, у него намного больше шансов вырасти в спортсмена даже профессионального уровня. Ну, я с вами согласна. На самом деле регби пока еще немножко в тени, да, в отличие от других видов спорта. Однако наш регбийный клуб «Ротор» давно и успешно выступает в высшей лиге. И вот как вообще направление регби у нас сегодня в регионе себя чувствует? Вот в частности, да, под крылом «Ротора». Регбийная команда в «Роторе» существует с 2019 года, да, вот официально. До этого у нас была сборная в городской области по регби. Она выступает с 2009 года. То есть спортсмены, которые имели опыт и играли на уровне федеральной лиги, успешно так были, так сказать, интегрированы в команду «Ротор». Сейчас «Ротор» – это, безусловно, бренд. Для нас это большая честь играть за эту команду, потому что большинство людей, которые сейчас там играют, это местные воспитанники. Ну, в этом сезоне это все местные воспитанники. И с детства, конечно, бренд «Ротор» всегда у нас был в сердцах. Мы все болели за успехи футболистов, все смотрели на «Ротор» в Еврокубках, и поэтому сейчас, так скажем, поддерживаем этот бренд на регбийных полях. Ну вот вместе с Михаилом Рафаиловичем мои коллеги снимали выпуск программы «Кузинцы чемпионов» про регби. Михаил, ну вот вы в том числе видели, да, что омоложение состава происходит, да, то есть у нас не только те, кто в спорте там по 5-10 лет, а вот буквально и студенты, и уже буквально и школьники. Вот как вы считаете, насколько это вообще полезно, да, вы же вот как спортсмен с такого международного действительно класса, насколько полезно прививать вот прямо с детства еще и такой вид спорта, очень необычный, прямо скажем. Спасибо, Катерина, за вопрос. Действительно, я считаю, что Волгоградская область у нас спортивная и представлена практически во всех видах спорта, но к моему удивлению я недавно познакомился с таким видом спорта, как «Рэби», что называется воочию, да, программа «Кузинцы чемпионов» именно направлена на это, чтобы посмотреть на спорт изнутри. Я был впечатлен тем, что она, во-первых, интересна очень игра, это борьба, это сочетание борьбы, игры, командного духа, личного настроя и перерства, поэтому она очень зрелищная, интересная, она очень такая функциональная, она дает очень большое развитие, потому что я смотрю, ребята все атлетичные, подкачанные, в то же время они не для самолюбования, они функциональны, они быстро бегают, перемещаются, передают пасы, то есть это очень зрелищно, и я хотел бы поблагодарить вообще Федерацию Рэгби России и Волгоградской области за организованное такое большое событие, которое повлечет, я уверен, за собой большой импульс развития, действительно нашу арену надо заполнять такими спортивными, яркими событиями, популяризировать этот спорт и, конечно, его развивать, поэтому я с удовольствием посещу по приглашению коллег этот матч такого международного уровня и привлеку еще много-много друзей для этого. И для нас, как для спортивного сообщества, также будет полезно для всех посмотреть уровень организации и вообще вот этого события, потому что это действительно большой праздник, я уверен, который состоится и даст всем очень много эмоций. Ну, я знаю, вот что за «Барбариан» сыграет член команды «Ротер», и это вот буквально об этом в афише написано. Кто это, что это за человек? Можно я отвечу? Да, конечно. Должен был играть игрок нашей команды, Горчаров Артем, но, к сожалению, на последнем туре чемпионата России по Рыбби-7 в Калининграде он получил травму, которая, скажем так, на данный момент несовместима с игрой и, к сожалению, он не сможет появиться на поле и, в принципе, в этом сезоне не сможет появиться на поле. А так, конечно, мы планировали, потому что, опять, для популяризации этого спорта представитель нашей местной команды, сборной клубов, это было бы очень хорошо, но, к сожалению, произошло вот такое не сильно хорошее событие. А была ли раньше вот такая практика, что вроде бы как в команду с межнациональным представительством включали наших российских ребят? Ну, часто так бывает. Допустим, у нас первый раз в Волгограде такой матч проходит, до этого была практика таких матчей. Команда называлась не «Барбарианс», она просто называлась «Сборной клубов Премьер Лиги», и из-за этого команды выступали и российские игроки. Сейчас это уже, скажем, привели к такому виду международному, потому что «Барбарианс» – это, скажем так, международное название команд, которая обменяет игроков с разных клубов, которые играют с различными национальными сборными. Это международная практика. И, кстати, хотел отметить, я вчера буквально в соцсетях увидел, что такую же практику хотят вести у нас в футболе. Ну, я не знаю, может быть, случайность, совпадение. Буквально на днях. Да, буквально на днях такую же инициативу проявили. Поэтому, скажем так, в рамках вообще соревновательности, развития, популяризации регби, такие матчи – это очень круто, потому что уровень команды, которая будет противостоять национальной сборной – это, наверное, первая тройка европейских сборных. Однозначно. А, возможно, не первая, но вторая, третья команда Европы будет играть против сборной России. Ну, регби вообще вид спорта очень агрессивный. Даже те, кто с ним близко, не знаком, во всяком случае, наглядно видно, что всё там прям как-то очень так непросто. Но, тем не менее, в регби, может быть, чуть менее активно, чем мужчины, но всё-таки девушки идут. Вот, Анна, мы знаем, что вы для себя регби открыли, наверное, случайно всё-таки, буквально в студенческой секции. И вот мы знаем, что так как омоложение состава у нас идёт, то активно работаете, вы в том числе и со студентами. Вот расскажите, пожалуйста, почему вас, хрупкую девушку, вот это вот всё дело привлекло? Потому что, ну, и травмы бывают, да, и всё, всякое бывает, и вам ли не знать. Ну, тут, скорее дело, не внешности, а, наверное, в характере, потому что всё-таки девушки в регби должны быть такими смелыми, храбрыми, где-то даже немножко ожесточёнными. Вот, поэтому такая картинка внешняя, она немного не совпадает с внутренним. Вот, хотелось бы сказать как раз-таки по поводу того, как я пришла в регби. Это были студенческие годы, поэтому, когда вот сейчас Стас и Игорь говорят о том, что они создают студенческие команды, я очень рада, что так происходит, потому что это огромный толчок, и я уверена, многим понравится этот вид спорта, потому что я сама такая же пришла, и с первого раза. Вроде бы со стороны казалось, что это очень сложно, там, не для девушек, как многие, там, у многих есть такие стереотипы. Но я уверена, вот, стоит только попробовать, у многих получится, и многих зацепит этот вид спорта, потому что он мало кого может оставить равнодушным. Ну вот в социальной сети своей, буквально в начале года, да, вы сообщили вести, которую привели, собственно, в шок своих поклонников и фанатов о том, что вот вы покидаете сборную. По какой причине, если вот это не секрет? Ну, я находилась в составе сборной России по регби-15, мы тогда играли с Испанией, и у нас были, как бы, большие цели, отбор на Кубок Мира. Я знала, что придется очень много работать, но когда вот закрыли все международные соревнования, нас, как бы, лишили международной практики, я поняла, что, ну, эта ступень уже для меня недостижима. То есть у меня не тот возраст, чтобы еще, там, работать и долго ждать, там, например, пропускать следующий Кубок Мира, ждать следующий. Ну, я вот для себя решила, что дорогу молодым, пусть они развиваются, стремятся и потом уже попадают на самые высокие соревнования. Я правильно понимаю, вы сейчас находитесь в составе московского, да, подмосковного клуба? Да, в АВА Подмосковье. Ну, Михаил, вот, думаю, наверное, стоит об этом сказать, в выпуске «Кузница чемпионов» прозвучала такая фраза интересная, что регби – это хулиганская игра для джентльменов. Вот на самом ли деле это так, и каким образом… Ну, понятно, да, что правила, они есть правила в любой игре, но все-таки это мужчины, это агрессивный вид спорта, кто-нибудь кому-нибудь там, не знаю, не понравился. Ну, я бы с вами не согласилась, что это агрессивный вид спорта. Так, а почему? Ну, для меня агрессия – это что-то такое злое и плохое, а регби – это, наоборот, очень уважительная игра, и даже если соперник упал, я, например, спокойно могу подать ему руку. Ну, то есть это не агрессия, это, наоборот, уважение, и несмотря на то, что это силовая игра, там нет какой-то злости, скажем так. Для добавления, да, тоже, ну, регбисты – это определенная каста такая, да, как говорят. То есть их не так много по всей стране, в каждом городе есть определенная группа людей, и все прекрасно друг с другом общаются вне поля. То есть до игры и после игры это совершенно разные люди, и какой-то агрессии тоже говорить, наверное, не приходится. На поле, ну, в любом виде спорта это можно увидеть, да. Просто вид спорта контактный, поэтому так кажется страны. Он действительно контактный, но детей, студентов, взрослых, там, людей готовят, прежде всего, контакту, когда их, да, тренируют, готовят к регби. Поэтому все эти люди готовы. Они падают, они падают на тренировках, они знают, как это делать, поэтому все не так страшно, как кажется. Ну, вот очередной тур чемпионата высшей лиги по регби завершен. И что дальше? Вот к чему сейчас готовится команда регби ротора? Да, завершен тур по регби 7. Сейчас нам предстоит впереди межсезонье. Да, мы будем готовиться ко второй части сезона уже в следующем году. С марта она начнется. Поэтому сейчас, в данный момент мы занимаемся подготовкой к матчу сборной, к детскому, в том числе занимались подготовкой к матчу сборной, к детскому турниру. Сейчас это будет постепенная, вот, предсезонная работа. Ну, такая, да, настоящая, потому что у нас зима, да, 4 месяца, мы не можем играть на полях. Поэтому приходит вот такой большой перерыв получается в сезоне. Ну, вот недавно Волгоград посетил президент Ассоциации студенческой регбийной лиги Андрей Харахорин. И было объявлено о создании новой регбийной команды на базе нашей физкультурной академии. Да, и вот я знаю, что у нас очень активно подобный клуб уже работает на базе нашего аграрного вуза. Да, вот как сейчас ведется направление в развитии студенческого регби, да, вот о чем мы сейчас говорили. Я отвечу на этот вопрос по поводу ВГАВКа. Первый вопрос, да, с Виктором Степановичем мы встречались. Я Андрей и Виктор Степанович взял добро для того, чтобы мы, скажем так, на данный момент попытались открыть секцию, набрать студентов. И сейчас этим занимаемся, скажем так. План такой, чтобы к весне 23-го года в ВГАВКе была команда по Рэгби-7, женская и мужская, для выступления, ну, предварительно сейчас на региональных соревнованиях на чемпионате города по Рэгби-7. По остальным вузам, хотел сказать, да, как вы правильно заметили, у нас базовый вуз это Волгау, потому что база этого вуза уже, наверное, 10 лет является основой. Но в этом году, буквально за два месяца, мы обзавелись еще несколькими вузами, так сказать, если можно назвать партнерами. Это ВГСПУ, это у нас Волгу. Это буквально на днях мы также достигли договоренности с Волгу-ТУ и Академией МВД. То есть практически все крупные вузы нашего города охвачены, да, не охвачены, но остался у нас пока метод Академии и Ранхиз. Но я думаю, здесь тоже будут достигнуты договоренности, потому что эти вузы имеют свои особенности воспитания студентов и Медакадемия, Медуниверситет и Ранхиз. Поэтому уверен, что в следующем году по поводу студенческого регби весной мы планируем тестово провести тур по регби-7 среди студенческих команд, в которых должно участвовать 5-6 студенческих команд. Вот вы упомянули, что женская команда, да, будет еще? А планируется ли, вероятно ли вообще, да, создание женской команды ротора? Сейчас, скажем так, далеко так заглядывать не будем. Мы идем постепенно. Сейчас наша задача создать вообще базу, основу для развития женского регби. На данный момент такой базой будет являться наш педагогический университет, в котором сейчас открыта секция, в которой занимается порядка 40 девочек. И первоочередно план, чтобы весной, опять же в тестовом режиме, девочки поучаствовали в одном из туров федеральной регби-лиги. Это уровень любителей всероссийский, где мы сможем, скажем так, обкатать состав, и дальше уже будет понятно, насколько это перспективно, как это. Плюс мы надеемся, что к весне у нас будут плоды работы по физакадемии, где мы, скажем так, будем рекрутировать уже готовых спортсменов. Потому что не секретно для кого, что Волгоградская академия физкультурная – это собрание уже готовых спортсменов, легкоатлетов, дзюдоистов, борцов. Кладезь талантов. И, соответственно, мы даем этим людям возможность проявить себя в данном виде спорта. Но здесь, скажем так, у нас больше прицел уже на профессиональный статус этих людей. Вопрос такой. Вы говорите, да, 40 девочек. Но на самом деле это немало, очень немало. Немало девочек. Скажем так, что вообще очень большое спасибо всему руководству ВУЗа, ректору отдельное спасибо. Потому что нам пошли на встречу. Буквально по запросу, по-нашему, было организовано семинары, которые проходили полторы недели. Около двух с половиной тысяч студентов. Ну, в основном, особенность ВУЗа такова, что это были в основном девочки, конечно, прошли через эти семинары. И вот те девочки, которые на данный момент занимаются в секции, это именно те, кто проявил инициативу. Девочки с каким-то игровым прошлым, спортивным прошлым. И девочки, которые хотят развиваться в данном виде спорта. Ну, и скажем сразу, что данная ситуация, данная тенденция должна быть по всем ВУЗам. То есть задача у нас у каждого тренера-куратора по ВУЗу стоит создание не только мужской, но и женской команды к весне. Ну, то есть к марту они должны показать, чего они достигли. Ну, вот такой интересный момент, да, вы сказали, что те, у кого есть условный бэк, да, бэкграунд, те, кто были спортсменами, и те, кто как бы вот просто зазож. Да, вот Михаил в своей программе рассказывал и сам пробовал там с мячом, в общем-то, подавать пас и все. И что на самом деле любой человек может попробовать. Да, может любой человек попробовать. Игорь Зинишев, перебил. Ну, любой человек может попробовать. Ну, скажем так, на данный момент легче организовать людей, которые находятся и концентрируются в одном месте. Это, соответственно, у нас студенты. Но, опять, у нас есть отдельный, скажем так, набор. Мы его проводим до декабря. Я, пользуясь моментом, хотел тоже об этом сказать. У нас на официальной странице ВКонтакте есть информация. Ребята возрастом до 27-28 лет, желательно с спортивным прошлым, имеющим интерес к спорту, могут позвонить по контактным телефонам или обратиться в сообщениях для того, чтобы записаться. И в декабре совместно с командой «Ротор» пройти тесты, входящие по физподготовке, по итогам которых лучшие ребята будут привлечены к тренировкам с основной командой. Хотелось бы еще добавить, извините, о том, что в регби может прийти любой человек. На самом деле, пример это я, потому что я никогда спортом не занималась. Я просто училась на экономиста в Волгу и вот так вот доросла до профессионального уровня. А спортсмены, которые раньше занимались другими видами спорта, те же легкоатлеты, либо игровые виды спорта, они приходят в регби и уже через год-два это хорошие, готовые спортсмены. Да, тоже хотел добавить, Стас как раз правильно сказал. В любом возрасте не можно прийти в регби. Мы все сами, у нас нет волгоградцев, у меня тоже нет опыта детско-юношеской школы по регби, да. Но мы в свое время начали этим заниматься и привлекали именно студентов. То есть люди, которые сейчас играют за «Ротор», это, как правило, те, кто начал заниматься в регби в 18, 20, 23, 25 лет. Даже в сборной России национальной, которая будет играть, которая играет сейчас, сегодня играла, есть люди, которые пришли в регби в 28 лет. В 27 лет. Конечно, чтобы попадать в сборную России, нужен бэкграунд. Да, у них есть там легкоатлетика, борцы приходят. В женской сборной, например, больший процент таких девушек, которые пришли из других видов спорта, и не обязательно из видов спорта тоже, бывает приходят из просто несвязанных каких-то со спортом кружков, просто потому что им понравился мяч. Первый раз они пришли. Многие люди, в первый раз прикасаясь к овальному мячу, переживают своего рода вот такое вдохновение, да, и начинают этим заниматься. И действительно у них получается. Поэтому я присоединяюсь к Тасу и призываю людей попробовать этот спорт. Я вот знаю, что много же разновидностей регби, в том числе и вот турнир по регби на снегу у нас проводится, аж с 2008 года, поправьте, если не так. Насколько он вообще, можно его поставить в один ряд, да, вот с профессиональным видом спорта, признанным олимпийским? Ну, это история вот для нас, потому что мы начали играть в регби именно с регби на снегу. Почему? Потому что там было мягко. Ну, первый раз мы взяли мяч и зимой собрались, потому что приятные условия, хоть и холодно. Это было с 7 на 8 год зима. Затем мы поняли, что зимы не хватает. Мало, всего лишь 3 месяца, надо еще летом играть, потому что там есть песок. Начали играть на песке в регби. И в 9 году, когда закончилось лето, когда песок, ну, стало холодно, мы поняли, что надо создавать команду. И вот именно тогда появилась команда в сентябре, команда первого героя, регбийный клуб героя. Потому что, ну, не могли, то есть, отойти от этого мяча, от игры. То есть нам нужны были эмоции, всем, соответственно, зацепились за эту игру, и сейчас уже не отпускаем. Вот дошли до того, что приехала в сборную России Волгоград. Вот это масштаб, да. Ну, а вот сейчас, как вот у нас, мы ждем снега, как бы, да? Если он выпадет. В любую погоду играем. Просто, правильно заметили, есть несколько разновидностей регби. Помимо регби на снегу, есть еще и пляжное регби. Ну, скажем так, это не олимпийские виды спорта, которые имеют международный статус. У нас проводились чемпионаты Европы до последнего времени, где сборная России, ну, являются лидерами в данном виде спорта. Ну, как бы, само собой, да, регби на снегу, ну, Россия, это само собой разумеющееся, да. Но, скажем так, лично мы рассматриваем данные виды, подвиды спорта, как этап подготовки. То есть у нас приоритетные виды и направления – это классическое регби, регби 15, и, конечно же, олимпийская разновидность, регби 7. Я слышала, что называют даже развлекательным таким вот видом, насколько это корректно. Это фестивальный вид, вот, ну, про регби на снегу и пляжный. Ну, да, для многих это так. То есть многие спортсмены так расценивают. То есть играют в пляжку и снежку, как мы говорим, те же регбисты, которые играют в семерку и в классическую разновидность. То есть это все люди играют, то есть играют во все, так скажем, разновидности регби. А, ну вы что скажете? Я играла и в снежное, и в пляжное регби. Да, но правильно заметили, что снежное и пляжное регби – это больше такие для фана. Это весело, там не дают никакой результат, потому что это не такие важные соревнования. Больше там наигрывается молодежь, либо получают опыт, ну, или там поддержка физического своего состояния. Мне понравилось пляжное регби, снежное – это вообще не мое, мне холодно. Ну, люди делятся на два типа. Да, это интересно, это в любом случае какой-то опыт. Мне понравилось. Вот в 2020 году, значит, проходил очень интересный такой вид, соревнования по виду спорта – онлайн-турнир Киберлига по регби. Я думаю, вы это не вспомните. Игорь, да, я вот знаю, что вы стали первым обладателем Кубка чемпион онлайн-турнира. И вот, собственно, а что это такое, а как это и насколько это вообще применимо к спорту, который… На самом деле это случайно получилось. Я не планировал, там никто не готовился. Случился, ну, коронавирус, все знают, да, пандемию. И в марте 2020 года резко закрылись все соревнования. Федерация регби России тоже понимала, что ничего не происходит, нет никаких инфоповодов, турниры не играются, все регбисты сидят на карантине. И они предложили вот такой турнир делать. Естественно, мы все федерации откликнулись. От нашей федерации откликнулось два человека. То есть мой хороший друг, и я его поддержал тоже. Никто не ожидал, что я выиграю. Просто так совпало, да. Поэтому, то есть, такой интересный опыт. Этот турнир больше не проводился. Вот, наверное, приурочили к этому локдауну. Но если будет проводиться, мы будем фаворитами, конечно, в Волгоград. Так, ну и что же все-таки вот лучше на пляже, или вот лучше на снегу, или как положено, или можно вот в онлайн... Будущее регби регионального в чем? Будущее регби регионального за теми разновидностями, которые поддерживаются на международном уровне. То есть мы все равно, несмотря ни на что, мы уверены, что все будет хорошо. И нам нужно воспитывать спортсменов, готовить ребят, детей. То есть, как бы, наша основная задача – это дети. То есть, абсолютно. И сейчас у нас как раз есть такой период замечательный, когда мы можем полностью сконцентрироваться на данном моменте и планомерно готовить ребят для того, чтобы они себя могли попробовать в будущем, там, через 5-6-7 лет в сборной. И, естественно, параллельно будет создана база в Волгограде. База в виде стадиона, в виде профессионального клуба, и спортивной школы. Коллеги, я благодарю вас за такой замечательный разговор. Ну, а это было ток-шоу «Скажите честно» на МТВ. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова